В Амурской протоке в районе 6-11 километров наблюдаются радужные масляные пятна. Обращение об этом поступило в департамент Роспроднадзора по Дальневосточному федеральному округу от Хаваровского речного торгового порта. В ходе рейдового осмотра зафиксирован сброс ливневой трубы загрязненных вод в Амур в районе улицы Тихоокеанская. Специалистами проведен отбор проб для определения степени загрязнения. Напомним, 28 июня активистами Народного фронта из коллектора Курча-Мурча в районе Хабаровской ТЭЦ-2 зафиксирован масштабный сброс нефтепродуктов. Их, по оценкам экологов, в Амур попало уже более 10 тонн. Площадь загрязнения составляет порядка сотни квадратных метров. Кировские железнодорожные районы города дали отпор водителям, которые бесконтрольно выбрасывают мусор у подножья Ореховой Супки. Сейчас все заезды к ней перекрыты. Также решается вопрос о ликвидации в этом районе стихийной свалки. Только по предварительным подсчетам для этого потребуется более 70 грузовиков. Нашли водители дырку в этом карьере. И за вот эти последние годы там навалено очень много мусора. Водители, не доезжая до мусороперегрузочной станции «Северная», разгружают свои машины в районе Супки. Теперь проезды к ней перекрывают железобетонные блоки, а в скором времени дорогу перекопают экскаваторы. Эти заросшие по лынью участки, это не значит, что там зелена ровно. Там тоже самое мусор весь побросший. То есть мы прикидывали, здесь порядка, наверное, мусора кубов 400-500. Частный сектор города тоже завален мусором. Кроме жителей ближайших домов, бытовые отходы здесь сбрасывают предприниматели, строительные организации для наведения порядка. В июле этого года с восьми улиц мусорные баки исчезли навсегда. Взамен мы предлагаем людям индивидуальные пластиковые контейнера. И также мы сейчас разрабатываем новые схемы, которые тоже хотим внедрить и попробовать в нашем городе. Только за последний месяц в городе ликвидировано порядка 20 свалок. Для того, чтобы расчистить от мусора особо охраняемую территорию в районе Ореховой Сопки потребуется около 500 тысяч рублей. Вопрос о выделении средств будет решен на ближайшем заседании городской думы. Татьяна Токарь, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. В Хабаровске продолжаются работы по ликвидации последствий циклона и оказания адресной помощи жителям города. По просьбам владельцев частных домов сотрудники 21-го отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю производили откачку воды из подвалов жилых строений. В настоящее время остаются потоплены ряд домов при домовых территории по улице Приморской железнодорожного района. Значит, в настоящее время силами пожароспасательного гарнизона, а именно 21-го отряда противопожарной службы, оказывается помощь жителям домов по улице Приморской в откачке воды из подвалов жилых домов. Всего за время прохождения циклона подтопленными оказались около 200 домов частного сектора. Из строя вышли 4 подстанции, без света находились 350 домов частного сектора и 20 многоэтажек. Сейчас инженерные объекты работают в штатном режиме. Совместной селекцией дикорастущей клюквы, выращиванием конопли для производства высокопрочных экологических материалов и древесного черного гриба займутся ученые России и Китая. Соглашение о сотрудничестве подписано в приграничном городе Фуюань между Академией наук провинции Хэйлунцзян и Тихоокеанским государственным университетом. Их заинтересованность в наших просторах, в нашей земле. И то есть они готовы уже сами делиться своей технологией. И та продукция, которая будет у нас создаваться на Древнем Востоке, мы, конечно, планируем ее сюда экспортировать. Среди совместных проектов создание бигдата, баз данных, направленных на систематизацию больших объемов информации, а также производство биологических удобрений и сбор дикоросов. Реализация этих проектов намечена на 2018 год. Не просто здесь развитие технологий, но и создание научной базы и создание новых технологических и технических решений для уже внедрения нового класса, нового типа технологий. Подписанное четырехстороннее соглашение в дальнейшем станет основой технологического, научного и экономического сотрудничества между нашими странами. В рамках встречи стороны обсудили совместные исследования по качеству воды в приграничных реках по химическим и микробиологическим показателям. В поддержку водных ресурсов в Амур экологи выпустили несколько десятков подросших особей осетра, а также 200 тысяч мальков редкой рыбы. Наталья Чернышева, Хабаровск, городские события. Место между бизнесом и благотворительностью устойчиво занимает социальное предпринимательство. В Хабаровске оно проявляется в таких отраслях, как здравоохранение, дошкольное образование. Бизнес оказывает помощь детям, старикам, инвалидам и незащищенным группам населения. Однако для социально ориентированных предприятий необходимо создать условия для развития. Об этом шла речь на заседании круглого стола в администрации города. В свое время индивидуальные предприниматели не могли работать на дому, в квартирах, оказывать эти услуги. То есть нужно было арендовать помещение, оборудовать его. Это огромные затраты. По итогу добились того, что изменили требования. И теперь у нас есть много надомных детских садов. Вопрос частных детских садов – один из самых острых социальных проблем. В муниципальных дошкольных учреждениях не хватает ясельных групп. Услуги по уходу за ребенком предлагают индивидуальные предприниматели. Однако стоимость пребывания в частном детском саду не всем родителям по карману. Если стоимость у индивидуального предпринимателя объективна от 10 до 18 тысяч, а в муниципальном саду 3 тысячи. Поддержку директорам частных детских садов последние несколько лет оказывает мэрия Хабаровска. Для того, чтобы сократить родительскую плату, для них на безвозмездной основе предоставляются помещения. Также в этом году по государственной целевой программе развития малого и среднего предпринимательства выделено около миллиона рублей. Я занимаюсь установкой ручного управления. Сейчас рассматриваю проект ремонта колясок. Работой это назвать сложно, тем более уже говорить о какой-то прибыли или доходах. Поддержку от государства ждут предприниматели, которые создают центры по реабилитации инвалидов, бездомных, выпускников детских домов. В Хабаровском крае подобные услуги населению оказывают около 18 частных организаций. Этой осенью готовится к открытию Центр по развитию конкуренции в социальной сфере. Он станет площадкой для разработки программ по развитию социального предпринимательства. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Дмитрий Попуша. Если сдача сессии показала отличные результаты, то можно задуматься и о повышенной стипендии, размер которой в разных образовательных учреждениях варьируется от 5 до 7 тысяч рублей. Необычно отметили день физкультурника дошколята из 82-го детского сада Хабаровска. Дети делали зарядку вместе с полицейскими. Как держать себя в хорошей физической форме, показал тренер секции рукопашного боя под эгидой краевого МВД Александр Михеев. Зачем нужна зарядка? Чтобы стать сильными и красивыми. Чтобы все уметь. А дяденьки полицейские зачем здесь? Чтобы плохо арестовать. Всегда в хорошей физической форме и полицейский лабрадор Флай. Она с легкостью может обнаружить любые взрывчатые вещества. Отличница кинологической службы продемонстрировала детям навыки послушания. Делать зарядку по утрам можно и со своими домашними питомцами, уверены полицейские. Йорик прямое этому подтверждение. Шпиц выполняет команды не хуже служебных собак. Дрессирую я недавно, вот год исполнился, я только начала дрессировать, она где-то 30 команд знает уже. Не детская зарядка со стражем порядка пройдет на городских прудах в субботу, 12 августа. Присоединиться к всероссийской акции смогут все желающие. Старт назначен на 17 часов. В программе выступления сотрудников отдела профессиональной подготовки МВД. Демонстрация способов защиты от нападения, приемы боевых искусств. Анастасия Крычук, Алексей Игнатьев, Хабаровск, городские события. В музее истории Хабаровска открылась новая выставка, посвященная амурскому казачеству. Более 600 предметов быта, домашние утвари, оружие 19-20 веков в дар музею передал почетный атаман Владимир Крюков. Коллекцию он собирал в течение 10 лет. А началось все со старого дедушкиного сундука. Когда я разбирал дедов сундучок, я обратил внимание на медную вещь, такой вот типа кофеварочки небольшой. Долго не мог понять, списывался с разными традиционерами, что это такое. Оказалось, это полковая ладовка, для священия. В начале 19 века казаки активно осваивали дальневосточные земли. Строили станицы, военные посты, занимались охраной границы. Во многих семьях до сих пор хранятся прялки, колыбели, медная посуда, пистолеты и сабли. Атаман Владимир Крюков долгие годы вел переписку с потомками амурских казаков и собирал предметы быта. Из Австралии прислали часть предметов, которых тоже нигде нет. Люди там, потомки русских поселенцев, казачества, живут в Австралии. Сохранили и передали музею. Рассматривая экспонаты, посетители музея смогут узнать о том, чем были наполнены трудовые будни и военный быт амурских казаков. Однако назначение и происхождение многих предметов пока неизвестно. Например, в тупик историков поставили старинные жернова. Смущает то, что они сделаны из дерева, так как, допустим, для помола муки той же, да, из пшеницы или ржи, делали каменные в основном. Здесь они деревянные, еще с железными такими набивками. Для чего они, собственно, я пока не знаю. Историки займутся описанием предметов, их изучением. Для этого им необходимо обратиться к литературным источникам. Также специалистам придется установить подлинность отдельных экспонатов. Выставка, посвященная амурскому казачеству, будет работать в Музее истории Хабаровска до ноября. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова